Здравствуйте, это Укрлайс ТВ. Мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала торговая марка Гейтмана, медицинский центр «Призма». А с нами на связи Торнике Шарашинидзе, которому мы звоним в Грузию. Он профессор и руководитель школы международных отношений Грузинского института общественных дел, бывший аналитик Совета национальной безопасности Грузии и бывший помощник по внешней политике премьер-министра Грузии. Торнике, спасибо огромное, что нашли нас время. Здравствуйте. Здравствуйте. Торнике, знаете, вот еще, наверное, в конце 21-го года все активно обсуждали, что система коллективной безопасности в мире пришла в какое-то такое движущееся такое состояние, постоянно меняющееся. Но когда началась война России против Украины, то ситуация, кажется, изменилась катастрофическим образом. И в этом смысле вот после года войны создается такое впечатление, что уже запущены какие-то процессы по созданию новой системы коллективной безопасности. Но это только кажется. Запущены ли на самом деле какие-то серьезные процессы по созданию такой какой-то коллективной безопасности? Ну, смотря как это понимать, факт, что сейчас Европа с Америкой больше сблизились после начала войны, потому что те иллюзии, которые были у Западной Европы насчет того, что можно найти формулу, скажем так, формулу «Modus vendis России», это все провалилось. Такие иллюзии, такие идеи были, как нам прекрасно известно, в первую очередь, у немцев, в частности, у Ангела Меркель. Она думала, что чем больше Россия будет зависеть от Европы, чем больше Европы будут зависеть от России, то есть взаимозависимость, скорее всего, закончится тем, что Россия станет европейским государством. Этого не случилось. И сейчас, после начала войны, вся Европа, включая, конечно, Германию, она сплотилась вокруг Америки, можно так сказать. И в этом плане, да, мы получили более сильный Запад, более сплоченный Запад, но что касается глобальной некой системы, такого, скорее всего, никогда не было. Но после того, как Россия, вот, в Европе ведется такая война, когда один член ООН, член ОБС и так далее, и так далее, и при том же в Европе нападает на другого, и при том, что очень важно без причин, то есть это агрессия, не провоцированная вообще-то ничем, как нам известно, такого давно уже не было. Ну, была война в августе 2008 года, тогда еще были там оправдания, что там российские миротворцы стояли, там Грузия тоже в свою очередь что-то там нарушила, и так далее, и так далее. Там были такие отговорки, такие оправдания. Та война очень быстро закончилась, так и не успели прийти в себе никто, скажем так, и очень многие после войны, сейчас об этом не хочется кое-кому вспоминать, очень многие тогда обвиняли грузинскую сторону тоже на развязание войны, так что там, скажем так, там все посчитали, что нормально, ничего не случилось. А здесь уже закрывать глаза уже нельзя, да, вот одна страна открыто воевает против другого. Так что все нормы, к сожалению, нарушены, но с другой стороны, ну, хорошо для Запада, что он сплотился больше, потому что и будем надеяться, что Запад выстоит и выйдет усиленным, потому что нам всем туда дорога, да, и Грузии, и Украине туда дорога. Если Запад сейчас выстоит, прекрасно, и надеюсь, что, конечно, уже Украина тоже выстоит, о чем речь. Торники, о том, выстоит ли Запад, очень хорошо говорить, вспоминая войну России против Грузии. Это ведь очень важно то, что вы о ней вспомнили, потому что ведь после этой войны много чего было в отношениях между Западом и Россией. И в этом смысле, вот как вам кажется, мог ли тогда Запад поступить по-другому, да, в отношении России после войны, России против Грузии? Вот если бы он поступил по-другому, если бы не было этой перезагрузки, может быть, ситуация была бы сегодня другой или все-таки нет? Как вот вы это оцениваете? Вы знаете, это как бы анализ ошибок. Он сделан, не сделан, вот пока же до конца так и непонятно. Наверное, все было бы по-другому, но шансов на это, наверное, просто не было. Таких шансов, потому что, в первую очередь, нужно вспомнить, что тогда происходило на Западе. Америка из-за того, что она развязала свое время, после вторжения в Ирак, Америка растратилась своей силой, очень серьезно пострадал престиж Америки, Америка там понесла серьезные потери финансовые и так далее, и так далее. И что еще очень важно, Америка когда-то потеряла, скажем так, моральное превосходство и потеряла поддержку со стороны немцев, со стороны французов. То есть, тогда было утеряно единство Америки с Европой, тогда было утеряно из-за компании Вира, которая, конечно, компания Вира, конечно, была ошибочной. И если бы даже американцы тогда захотели наказать Россию, не получилось бы, потому что немцы, скорее всего, пошли бы против этого, я в этом уверен. Франция бы тоже, наверное, пошла бы против этого, потому что, опять же, тогда все казалось не так просто, как сейчас видится в Украине. Тогда показалось не так просто, что вот там Сакашвити тоже в свое время говорили, что он тоже не демократ, тоже ошибок допустил. Так что обвинять Россию во всем тогда никто не хотел, тем более, что был доклад комиссии Евросоюза под руководством... Саркази. Нет, нет, это Левини. Саркази просто был посредником во время войны между Россией и Грузией. Под руководством Талии, это швейцарский дипломат. Там-то было так написано, черным по белому. Война началась тогда, когда Грузия начала обстреливать с Хинвалией. Хотя к этому предшествовали провокации со стороны российской стороны, с вашей стороны и уже с Читинской стороны. Ну, это после хотя начинается. До этого написано, там, война началась, когда Грузия стала обстреливать с Хинвалией. Вот после такого доклада, конечно, Грузию тоже обвиняли в начале войны. Тогда было все не так однозначно. Так оказалось. Торники, ну вот сейчас вы сами сказали, что уже однозначно, да, кажется, что однозначно. Но в начале войны однозначно не казалось, как вы помните, да. Я помню, как на многих каналах западных обсуждали, за какое время Россия захватит Россию. Россия захватит Украину. Это же очень мы все живо помним. Вот год войны, Торники, как вам кажется, изменилась ситуация вокруг войны России против Украины? Это, знаете, это как бы взгляд со стороны на то, что происходит. Он очень интересен для нас тоже. Знаете, парадокс состоит в том, что поначалу все ожидали, что Российская армия покажет там чудеса, пройдем строить, а Российская экономика не выдержит. Оказалось, что почти что наоборот. Российская армия сейчас, она потерпела несколько серьезных фиаско, как мы прекрасно знаем, но экономика российская пока что выстояла. Российская армия, как всегда, страдает от таких банальных проблем, как коррупция, как плохо налаженная там логистика, и плохой менеджмент и так далее, и так далее. Из-за этого очень сильно страдает, это раз. И что, конечно, самое важное в этой войне, это, конечно, украинские солдаты, это, конечно, украинский гражданин. Поэтому, если бы не было такого сопротивления со стороны Украины, как вы прямо сейчас вспомнили, никто не ожидал такого. Поначалу даже, я прекрасно помню, советовали из Вашингтона, из Берлина, из Брюсселя, все советовали Зеленскому, чтобы покинуть территорию Украины, перебраться то ли в Европу, то ли в Америку. Потому что все ожидали, что Россия, скорее всего, даже Киев захватит. Этого не случилось. Им всеми получили сейчас затяжную войну, это война на истощение. Что такое война на истощение? Такой войне, в конце концов, выигрывает та страна, у которой больше ресурсов и больше выдержки. Украина, слава богу, получает сейчас помощь со стороны Запада. То есть ресурсов Запада, конечно, больше, чем у самой России. Западное оружие, наверное, лучше, чем российское оружие, хотя я не очень разбирался, но, наверное, лучше, потому что технологии, конечно, у Запада лучше, чем у России. Хотя у России есть то преимущество, что она, во-первых, сама, в основном, самопроизводит свое оружие, и, во-вторых, войну она ведет не на своей территории. Она сейчас пытается разрушить украинскую инфраструктуру, чтобы сломить, в первую очередь, насколько сейчас мне видно, я сейчас могу судить, стратегия России сейчас заключается в том, чтобы сломить, скажем так, дух в тыле, чтобы украинские граждане почувствовали ужас войны, и чтобы вот как раз разбить эту цепочку. Потому что, как там в свое время говорил самый, наверное, выдающий, самый, скажем так, такой известный военный теоретик, философ, клаузевец, в войне важно, чтобы вместе действовали народ, то есть население, армия и правительство. Народ, если народ не будет участвовать, тогда войну, скорее всего, такая страна проиграет. Если все трое не работают вместе, то есть армия, правительство и народ, тогда страна войну проиграет. Сейчас российская армия бьет по народу, чтобы сломить дух народа, в первую очередь. Пользовалась тем, что война ведется на украинской территории. Торники, как изменилась ситуация на постсоветском пространстве вот за этот год войны? Вы ощущаете, что произошли какие-то значительные изменения? Или еще рано о чем-то говорить? Произошли. Тут вообще важно было, наверное, реакция со стороны Казахстана, например, было очень интересно. Казахстан явно, скажем так, не занял позицию России. В нашем регионе тоже сейчас идут очень интересные события, потому что здесь чувствуется очень сильно, скажем так, ослабление позиции России, потому что Россия сейчас, конечно, не до Южного Кавказа. И этим пользуются прекрасно и Азербайджан, и Армения. Они сейчас иногда пытаются договариваться, иногда Азербайджан сейчас демонстрирует свои силы. А что касается Грузии, Грузия занимает очень осторожную позицию. Ну, это можно, скажем так, объяснить, это можно, потому что мы уже два раза воевались в России, не только в 2008, но еще в 1992 году. Тогда Россия не объявляет официальную войну против абхазских сепаратистов. Воевали там не только казаки, тут не только северо-кавказцы, но еще воевала. Ну, воевали, там была и российская авиация, и российские регулярные части, в том числе и тики-гуси, это элитарная часть российских войск. И в конце концов, нашим войскам пришлось отступить, и мы потеряли контроль над Абхазией, получили огромный поток беженцев. Тогда Россия против нас, на самом деле, воевала. На самом деле. Хотя сейчас об этом никто не вспоминает, потому что это были ранние 90-е, тогда Грузии, к сожалению, не очень интересовались ни на Западе, нигде. Тогда, в ранних 90-х, весь бывший Советский Союз, ну, кроме, конечно, Прибалтики, остался в сфере влияния России, включая Грузию. Ну, тогда, значит, про нас ни слуха, ни духа не было в мировых семьях, да, вообще не было такого. Торники, вот когда война уже стала развиваться, когда стало понятно, что никакого Блицкрига российского не будет, изменился ли взгляд в Грузии на возможность вернуть территории, которые были отторгнуты у Грузии, которые были фактически, ну, захват, который был фактически спровоцирован Россией, да? Такая надежда появилась, но с другой стороны, скажем так, не нужно впадать, скажем так, тут очень сложный вопрос заключается в том, что, к сожалению, многие в Грузии у нас не понимают еще, что эти территории, которые тогда мы потеряли, можно, нужно их вернуть только мирным путем, только мирным путем. Я лично, честно, в этом убежден. И если сейчас все закончится так, как нам хочется, если Украина выстроит, и Россия ослабнет, или Россия поменяется в руководство, придут, скажем, там, демократы, и Россия уступит Южный Кавказ, нам ни в коем случае нельзя, нельзя ввести войска в сухом мецкарминале, нам нужно просто начать мирные переговоры с осетинами и с абхазами, пользуясь, конечно, той возможностью, которую может нам предоставить история, что Россия ослабнет после войны в Украине. Ни в коем случае военных путем. Мы очень долго говорили о возможности переговоров и о возвращении украинских территорий мирным путем, мирным путем и минские соглашения тому свидетельства. И, к сожалению, никаких последствий это не имело. Вот считаете ли вы, что это возможно мирным путем вернуть снова? Когда вы это пытались, это все происходило на фоне того, что там на самом деле местная группа сепаратистов, они поддерживали с российской стороны. Если Россия не будет, я уверен, что если Россия не будет вмешиваться в дела, грузинские дела, то есть грузино-абхазские дела и так далее, нам удастся договориться с ними. Если Россия бы не вмешивалась, я думаю, что если тогда Россия России не было, вам бы удалось, конечно, договориться с Донбассом. Я в этом уверен. Несмотря на то, я считаю, что после второго Мейдана, может быть, тогда руководство Украины поспешило, оно в свое время сделало несколько, скажем так, не совсем, не до конца, скажем так, обдуманные решения были приняты. И это дало Россию, скажем так, это Россия развязала руки на свою агрессию, когда она захватила Крым в свое время, потому что она сказала, что вот украинцы отменили государственный статус русского языка, они пытались, они сейчас будут там убивать и резаться русскоязычных, и нужно скорее забрать Крым. Конечно, это никак не оправдывает. Я что говорил, конечно, это не оправдывает российскую агрессию, а вот тогда они прекрасно этим воспользовались. Они создали видимость и иллюзию, что вот украинцы соберутся там резаться русскоязычных. Ну и после этого, я думаю, то есть вам, конечно, удалось бы договориться, если бы о ней. Я в этом уверен. Турники, вы сказали об ослаблении роли России на Южном Кавказе. Если ослабевает одна какая-то страна, то наверняка появляются какие-то другие. И в этом смысле и Турция, и Иран, похоже, хотят быть вовлеченными в процессы на Южном Кавказе. Как вы оцениваете действия Турции, действия Ирана? А, Иран, скорее всего, будет очень трудно оказывать влияние на Южный Кавказ, потому что Иран находится в изоляции, это раз. И что нужно учесть, что на Южном Кавказе очень активную роль, конечно, играют Соединенные Штаты. Они так просто, конечно, Ирану не дадут, чтобы Иран диктовал свои условия, создавал свои условия, простите, диктовал свои условия. Тут нужно учесть, конечно, влияние, в первую очередь, Турции после России, потому что Турция это сильный региональный игрок, который никак не охотится в изоляции. Турция сейчас ведет, как мы видим, очень активную дипломатию. Она является посредником между Киевом и Москвой. Это очень интересно. Кстати, это говорит о возросшей роли Турции. Турция занимает очень ключевую... География Турции является ключевым, скажем так, и при том, это член НАТО. Это не нужно, нельзя об этом забывать, конечно. Это очень важный игрок. Иран, как я сказал, в меньшей степени. То есть, если сейчас по нумерации, по нумерации, конечно, это в первую очередь Америка, Россия и Турция. Позиции России все равно сильны из-за того, что в России на Южном Кавказе есть военные базы. Военные базы не только в Армении. Есть миротворцы сейчас и на Азербайджанской территории, хотя, конечно, они не так сильны. Это все равно миротворческий контингет не очень большой. И военные базы в Грузии. Одна из военных баз стоит в 40 километрах от Тбилиси после войны 2008 года. Это военная база, которая стоит как раз под Тбилиси. Я думаю, что является главной причиной того, что происходит в Грузии после войны в августе. После августовской войны интеграция, процесс интеграции Грузии в НАТО, скажем так, заторонозилась почти, почти, не до конца, но, скажем так, очень сильно, очень все усложнилось для нас. И вот все это объясняется тем, что здесь стоит российская военная база. Пока она будет здесь стоять, вхождение Грузии в НАТО очень-очень сложная, скажем так, задача. Это раз, и Грузия вот сейчас ведет себя сверхосторожно. Грузинская база в 40 километрах от Тбилиси, это... Простите, российская. Это скорее символизм? Грузинская была бы хорошо, конечно, да. Вот. Это скорее символизм или там действительно стоят российские войска, которые в состоянии... Нет, стоят, конечно, стоят. Из них, я не знаю, процентов, может быть, 20-30 человек, насколько мне известно, бросили на украинский фунт. Ну, а их там, скажем так, достаточно. Это не только символическое присутствие, они там стоят. Это довольно укрепленная база. В чем заключается функция этой базы? Что? Держать Тбилиси под прицелом, чтобы не дать, в первую очередь, чтобы не позволить, скажем так, НАТО принять Грузию, потому что НАТО всегда, к сожалению, сейчас все еще находятся, конечно, так называемые страны-скептики, которые говорят, что если мы приедем Грузию в НАТО, там российская военная база, сразу начнется война с Россией. И вот Россию как раз для этого эта база и не нужна, чтобы удерживать Тбилиси под прицелом и шантажировать НАТОвские страны. В первую очередь, это западные европейские страны. Вы, наверное, знаете, о ком я сейчас, о кого я сейчас имею в виду. Торнике, вот вы очень интересно сказали, что влияние США на Южном Кавказе очень велико. Вот у меня складывалось впечатление, что был такой период, когда оно было велико. Потом был период, когда некоторые грузинские эксперты говорили мне, что Запада очень недостаточно на Южном Кавказе, и он уходит. Это было несколько лет назад. Создается такое чувство, что Запад дистанцируется. А сегодня снова... Во время, скорее всего, во время трамповского периода было такое впечатление. Тогда Америка очень сильно урезала свой бюджет, ну, не весь бюджет, конечно, бюджет иностранной помощи. То есть, USAID и все такие, скажем так, бюджетники, которые тратят деньги, тратят деньги на, в том числе, на постсоверском пространстве, у них урезали бюджет. И казалось, что Америка, скажем так, не до бывшего Советского Союза. Но сейчас, я думаю, что сейчас все вернется, уже вернулось к норме, скажем так. Америка очень сильно влияет, в первую очередь, на Грузию, потому что Грузия ориентируется на Запад. Армении, конечно, тоже хочется этого, но не так просто, потому что там Россия присутствует очень сильно. Азербайджан, конечно, является более независимым игроком и очень сильным игроком. И Азербайджан, не скрывает, что она не собирается в Евросоюз, это не совсем демократичный режим, так что ей Америка не очень, скажем так, нужна. А Грузии очень нужна Америка. Америка очень влияет на грузинскую политику, она здесь очень влияет на создание и повестки дня. НПО в Грузии, неправительственный сектор в Грузии очень силен, она очень влияет на общественное мнение. А НПО, как вы знаете, в основном финансируется из Запада Америки или Европы. Я понимаю, что это болезненная тема, но Грузия не получила статус кандидата. Как бы вы это прокомментировали, это проблемы для Грузии, что произошло, как это дальше? Ну, это объясняется тем, что за последний год очень много, скажем так, недоразумений грузинской внутренней политики, которая вызвана борьбой между правящей партией и бывшей правящей партией и партией Саакашвили. К этому еще добавился фактор Саакашвили, который не на свободе, как вам известно. Сейчас он в клинике находится, это тоже добавляет, скажем так, масло в огонь. И на фоне всего этого посчитали, что Грузия не то, что, наверное, там параметры Грузии, скажем так, не хуже, чем Украина или Молдова, но за последний год Грузия набордачила, скажем так. Торники, ну и теперь позвольте немножко абстрагироваться, отойти от Грузии, чуть шире посмотреть на ситуацию, да, вот существует несколько сценариев, да, развития событий, ну, скажем, на ближайший год. Если Украина побеждает быстро, это, наверное, один сценарий, и для Украины, и для, может быть, постсоветского пространства, и для Европы в целом. Если это будет затяжная война, которая может затянуться насколько-то какой-то период, это, наверное, другой сценарий. Тоже, и для региона, и для Запада, и для незападных стран тоже. Вот как вы оцениваете, как могут развиваться события вот при разных сценариях, и какие сценарии вам представляются какими-то реальными? Я думаю, что тут три разных сценария. Как раз три сценария можно, наверное, назвать. Первый. Как может Россия проиграть? Первый сценарий проигрыш России. Как это может случиться? Я думаю, что случится, если Россия изнутри, скажем так, режим изнутри рухнет. потому что так просто ядерная держава так просто войну не проиграет. Она проиграет войну, наверное, и там режим променяется. Вот такой сценарий оптимистический для всех нас. Потому что так просто, так просто быстро одолеться Украина, скорее всего, Украине не удастся Россию одолеться. Так просто. Другой сценарий затяжная война, затяжная война, и потом Украина то ли сама вернет территорию, то ли после затяжной войны российский режим изнутри рухнет. Ну, конечно, есть еще, к сожалению, третий сценарий, которым сейчас мне не хочется никак говорить. Ну, такой шанс, конечно, тоже есть такой. Вероятность тоже есть. То есть вы хотите сказать, что... Я его назову, да? Вы хотите сказать, что Россия может выиграть? Да. И такой плохой сценарий возможен, если Запад рухнет. То есть, если Запад не высшит, если Запад не будет продолжать снабжаться Украину, потому что, к сожалению, Украина приходит сейчас в основном завозить оружие, в отличие от России, и в этом Украина, конечно, зависит от Запада. Если Запад сейчас выстоит, скажем так, целый лагерь, тогда все будет хорошо. Если нет, тогда третий сценарий, конечно, возможен. Торники, а как вы думаете, Запад выстоит или нет? Пока что она прекрасно держится, я скажу. На Западе все решает, в конце концов, общественное мнение, потому что там, ну, демократии, правительство, даже если им очень захочет там мириться с Россией, если общественное мнение будет за право и тело, никто на это не решится, на такое, на применение с Россией. Так что, я думаю, что пока этого это не грозит. Пока хотя бы не грозит. Торники, но еще, позвольте, я вернусь вот к общей такой системе коллективной безопасности. Я помню, когда Байден пришел к власти, он сказал, что теперь мир будет делиться, и главное противостояние будет между демократическим миром и авторитарными странами. И вот, если посмотреть сейчас на ситуацию, которая вокруг войны России против Украины складывается, то можно увидеть оси, которые формируются, да, там, Россия, Иран, там, Северная Корея, там, какое-то укрепление Запада. И вот в этом смысле это очень сложная схема. Это очень сложная схема, ведь это предполагает, что мир должен быть поделен на черное и белое, но так же не бывает, правда? И в этом смысле очень интересно, что ждет регионы. Вот регионы, которые, ну, собственно говоря, такие, как постсоветские страны, потому что они по-прежнему остаются в серой зоне небезопасности. И до сих пор непонятно, что будет. Конечно, Запад помогает нам оружием, но ведь Запад не говорит, что завтра вы станете членом НАТО. И вам он не говорит, что вы завтра станете членом НАТО. То есть вот вопрос с этой серой зоной безопасности, он же так и не решен. И в этом смысле очень интересно. Как вы думаете, видите ли вы формирование двух этих лагерей, и что делать вот с теми, кто еще не в один из лагерей не входит? Да, это очень болезненный вопрос, потому что, как бы не сейчас Украину, слава богу, оружием, они не примут Украину в НАТО, потому что это для них означает прямой конфликт с Россией. На это не пойдет никто. Та же общественное мнение на Западе, которое сейчас поддерживает Украину и за снабжение Украиной оружием, конечно, будет резко против этого. Так что пока что мы находимся не в той зоне, где нам хочется. Если там Запад укрепился, НАТО сейчас укрепился и так далее, и так далее, те, кто остаются за пределами НАТО, западной коллективной системы безопасности, пока что ничего, скажем так, пока ничего хорошего нам не светит. Если вот посмотреть на Южный, Кавказ, здесь очень интересная ситуация. Азербайджан является сильным игроком. У Азербайджана там двухсторонний альянс с Турцией. На территории Армении российская военная база защищает Армению. Саму Армению, не Гарабах, но саму Армению защищает. А у Грузии нет ни американской базы, ни членства НАТО вообще ничего нет. Альянс у нас ни с кем, в отличие от Турции. У нас нет такого сильного покровителя, как Турция есть, у Азербайджана. У Грузии вообще никого нет. У Украины тоже формально никого нет. Да, то есть формальный альянс с Украиной, Украина не состоит формально. Украина получает оружие только, начало получаться оружие только после того, как на нее Россия вот так прямо открыто напала. Турники, а есть шанс, что Грузия, Армения, Азербайджан могут сами в своем регионе создать какую-то свою, ну, особенную, да, региональную систему безопасности? Ну, это вообще, это вообще, конечно, наилучший сценарий, что может случиться с Южным Кавказом. К сожалению, к сожалению, это откладывается, начиная с тех пор, как из-за Карабаха началась война к концу еще 80-х годов, между Арменией и Азербайджаном. Эта война принесла разрушение в наши регионы и не дал Южному Кавказу объединиться, не дал Южному Кавказу реализовать свой огромный, скажу, я прямо скажу, огромный потенциал, который есть у региона. Это регион очень богат ресурсами, в первую очередь, это Азербайджан. У Грузии есть прекрасная география, выход на Черное море. Грузия является частью Великого Шелкового Пути. У армян очень сильная диаспора в Америке, во Франции, огромная поддержка из Запада. Ну, это был бы вообще очень, скажем так, очень все было бы круто, но все это сорвалось тогда. Сейчас идет, скажем так, я думаю, что идет медленный, но необратимый, ну, к тому же мучительный процесс примирения Армении с Азербайджаном. Дай бог, что процесс скоро закончился. После этого можно получить у нас на Южном Кавказе, скажем так, ну, если не Швейцарию, то что-то похожее на Тирис. Сегодня я говорила с экспертом из Азербайджана, и он сказал интересную мысль, что практически все стратегические проекты Азербайджана идут через территорию Грузии. Это вот я к тому, что экономика, она, наверное, как способ объединения, не знаю, как бы вы это оценили. Насколько экономика вот может в этом смысле быть в помощь всей этой ситуации? Или всегда найдутся игроки, которые вмешаются, и тогда уже по-другому? Да, если бы удалось вовлечь Армению в такие глобальные проекты, как, например, Бакут-Пелес-Ер-Зерум, это газовый пайплайн, видите, как пайплайн, труба, да? Газопровод. Газопровод, конечно, газопровод, который сейчас уже снабжает Европу, там, Грецию, Грецию, Италию, так далее, Италию, так далее, и так далее. Если бы удалось вовлечь Армению вот такие проекты, мы бы, у нас, скорее всего, был мир в регионе. Я надеюсь, что к этому все идет, потому что на самом-то деле кратчайший путь, скажем так, кратчайший путь лежит через Азербайджан на Армению. Вот, если бы через Армению тоже построить такие трубопроводы, было бы прекрасно, почему нет? Если бы получить какую-то там единую инфраструктуру, которая помогла бы очень объединиться и Южному Кавказу еще помогла бы снабжать Европу газом, нефтью, так далее, и так далее. Грузия находится на этой стороне Черного моря, как вы прекрасно знаете, а Европа находится на той стороне, но сейчас Грузия, ну, частично, скажем так, через территорию Грузии снабжается Европа газом. Это очень актуальный вопрос с тех пор, как началась война. Европа поняла, что нужно отказаться от российского газа, потому что, во-первых, это не очень надежно, во-вторых, этим самым, конечно, Европа будет финансировать российскую войну сейчас, российскую агрессию. И сейчас Грузия получает шанс, чтобы играть более важную роль, как транзитная страна. Азербайджан скорее сейчас начнет наращивать объемы газа, которые пойдут через Грузию в Европу. Это раз. Уже не началась еще, но проект уже утвержден. Будет строиться электронный кабель на дне Черного моря, который будет снабжать электроэнергией Европу, который будет идти из Азербайджана через территорию Грузии на Черное море, через Черное море в Европу. То есть Грузия получает сейчас шанс. Шанс получает Грузия, чтобы стать более важной страной для Европы. То есть не находимся, не совсем, мы находимся не совсем в Европе из-за географии, но туда стремимся как раз благодаря таким проектам, как там трубопроводы, кабели и так далее. Торники, спасибо вам огромное. Спасибо, что нашли для нас время. Мы вам очень за это благодарны. Спасибо большое. Большое спасибо. Торники Широшинидзе был сегодня с нами на связи, за что мы вам страшно благодарны. И, конечно, мы признатели вам наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь с нами.